Прогноз паводковой ситуации неутешительный. Алтайские спасатели ждут дополнительную помощь коллег из регионального сибирского центра. Барнаул накрыл мощный снегопад, вбийский ливень. Непогода бушует почти на всей территории края. Месяц до премьеры большой сцены. На каком этапе творческий процесс? Поселка отрезаны от большой земли, сообщили сегодня на краевом совещании по паводку. Всего в крае подтоплено свыше 650 приусадебных участков и 200 домов, в которых проживают больше 800 человек. Часть из них спасатели эвакуировали. В пунктах временного размещения находится 36 человек. Остальные у знакомых и родственников. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ситуация будет только ухудшаться. Ожидаются плюсовые температуры днем, которые могут привести к тому, что в зоне подтопления могут оказаться еще несколько районов края. Краевое управление МЧС ждет сил от регионального центра Сибири. Прогноз развития обстановки, как мы с вами слышали, неблагоприятный. Текущая ситуация способствует продолжению увеличения, повышению приточности талой и дождевой воды. Отметим, что сегодня в край должен прибыть министр МЧС России Владимир Пучков. В Краснощоковском районе, куда вода прибыла еще в пятницу, сейчас спасатели разрабатывают план взрывных работ. В местах затора рек уровень воды стал еще выше в двух потопленных поселках Моралиха и Карпова. Всю ночь там шел дождь. Это усугубило ситуацию в Краснощоковском районе. В воскресенье работали наши корреспонденты Анастасия Дорогана и Александр Антропов. Всего за час семья Труновых лишилась всех продуктов. В подвал он же погреб затопило доверху. Талой воды пришли в село Усть-Козлуха в ночь на субботу. Выйти из дома супругам удалось лишь спустя сутки. Говорят, такой первой волны не было никогда. Она поднялась, вот вторую ступеньку у крыльца скрыла. Пасека 20 юльев погибло, дрова у нас тут унесло. Ну, примерно, может быть, машину дров унесло. Первая волна паводка пришла на Алтай в пятницу. Талой воды сначала принял Черышский район. Там, из берегов, выше мелкие речки. В субботу утонуть стали село Краснощоковского. В Усть-Козлухе вода зашла в огороды, подтопила сотню домов. В Моралихе полторы сотни жилых построек. В этом населенном пункте жителям самим пришлось спасать односельчан, когда течение отрезало несколько домов. Вот здесь вот женщина жила, мы ее забрали, и он там, мужчина, забрали. А еще есть люди, которых эвакуировали? Которых, кроме этих, мы потом не эвакуировали, потом уже спасались сами. Иван Медведев, как и десятки добровольцев, дома практически не бывает. Техника не работает на все улицы. Течением снесло столбы линий электропередач. Дом пустой. Семья у знакомых, вот, в коттедже, живет там. Я вот нигде, вот так. Вы хоть спали эти дни? Сегодня маленько поспал, а те два дня нет. Что касается МЧС, что они делают? Я не знаю, что они делают. На данный момент, и вчера я здесь был, они здесь, их не было. Поездили, они там кричали, громко говорите, что ну если нужна помощь, обращайтесь. А куда обращаться, никто ничего не говорит. Руководство оперштаба МЧС на месте общаться с нами отказалось. Но по словам исполняющего обязанности главы поселка Светланы Травниковой, спасатели сейчас занимаются обходом домов, развозом продуктов, воды и хлеба. Откачка воды в домах пока не осуществляется. Заявки принимают представители МЧС, да, но дело в том, что еще многие дома как бы невозможно туда подъехать, только на спецтехнике, что пока нет, фактически не осуществляется. Только заявки принимаются, будут работы осуществляться по мере схода воды. Подробный сюжет о том, как люди спасаются от большой воды, смотрите в вечернем выпуске. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Мощный снегопад сегодня ночью накрыл большую часть территории края и его столицу. По данным алтайских метеорологов, на севере и востоке региона за последние 12 часов выпало до 20 сантиметров снега. В Барнауле снежный покров увеличился на 12 сантиметров. Как отмечают горожане в соцсетях, движение в краевой столице сильно затруднено. Утром город стоял в 10-ти бальных пробках. Временно не принимает и не отправляет самолеты в Барнаульский аэропорт. Все прибывающие и утренние рейсы из Москвы перенаправлены на запасной аэродром в Новосибирск. Задерживается вылет самолета из Иркутска. При этом в южных районах края идут дожди. Бийск поплыл на город, обрушился настоящий ливень. Выпало 14-18 миллиметров осадков. Тем временем синоптики прогнозируют, что сегодня к вечеру осадки должны прекратиться. Ветер усилится. Ожидаются порывы до 30 метров в секунду. Температура понизится. На дорогах ожидается сильный гололед. В конкурсе «Учитель года Алтая-2018», который завершился в краевой столице, победу одержал Иван Гребенкин. Он преподает информатику в Барнаульской гимназии номер 74. Церемония награждения прошла в концертном зале «Сибирь». В конкурсе профмастерства Иван участвует в первый раз и сразу победа. По итогам всех испытаний он лучший среди 24 педагогов. Иван признается, ему просто повезло, ведь достойны были все. С нашей съемочной группой педагог поделился своими первыми впечатлениями от победы. Это было очень напряженные пять дней. В течение этих пяти дней мы, во-первых, мы все сдружились с коллегами. Все финалисты были достойны победы. Мне захотелось стать учителем, и я стал. Я делаю то, что мне нравится, и, может быть, это нравятся детям. Теперь Ивану предстоит следующее испытание. Участие во всероссийском конкурсе «Учитель года России», где он представит наш регион. В чем секрет успеха молодого педагога и почему учитель – это призвание, расскажем в ближайших выпусках наших новостей. Меньше месяца осталось до премьеры нового сезона театрального проекта «Большая сцена». С малых репетиционных площадок артисты переместились на главную сцену мускомедии. На каком этапе находится творческий процесс в группе, где играет наш корреспондент Артемий Панченко, расскажет он сам. Третья большая сцена для меня и первая для вот этих вот девчонок. Приглашаю вас в новый спектакль. Пойдемте на сцену. Лето, Подмосковье, дача. В семье старого музыканта и бывшей балерины подрастает дочка, конечно же, актриса. Что может пойти не так? Да все что угодно, если у дочери хорошая фантазия, а у родителей чуткий слух. Хороший материал, достаточно злободневный, очень современный текст, несмотря на то, что она там в 1933 году написана. Пьеса «Чужой ребенок» об отношениях детей и родителей и, конечно же, о любви. У начинающих артистов еще не все отточено, но главные сложности уже позади. Взаимодействовать с другими людьми, уметь их слышать, видеть, подстраиваться как-то. С каждым разом, с каждой репетицией я чувствую, что я становлюсь более расслабленной. Сегодня актеры впервые видят зрительный зал со сцены. И пока он пуст, есть время проанализировать свой творческий путь. У меня минимум текста и максимум действий. Вот, а так в целом роль, мне кажется, нравится. У меня и трагическая, и смешнючая, все вместе. Не забывают участники совместного проекта журнала «Автограф» и «Театра мускомедии» о том, что он в первую очередь благотворительный. Дай бог, никому в этих ситуациях не оказывается, но я думаю, что для людей это очень важно. Чувствовать поддержку, поддержку незнакомых тебе людей. Премьера состоится 18 апреля. Билеты уже вовсю продаются и разлетаются, как горячие пирожки. Успейте и вы занять свое место в зрительном зале. А мы, актеры, обещаем не ударить в грязь лицом. Артемий Панченко, Николай Шилко. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде на сегодня. С возрастом кожа лица становится менее эластичной. А самая нежная и тонкая – это кожа вокруг глаз. Нависшие веки, мешки под глазами – мы поможем вам вернуть красоту. Через небольшие надрезы в области век убирается лишняя кожа и лицо вновь становится свежим. Высокий профессионализм врачей гарантирует безопасность, обеспечивает эстетический результат и быстрый период реабилитации. Евростиль. Верните свою молодость. В большинстве районов края пройдет дождь, местами со снегом. Ветер северный умеренный. Около 3 градусов тепла ожидается в Алейске, Кулунде, Славгороде и Тальменке. Плюс 5 в Рубцовске, 13 выше 0 в Заменогорске. В Барнауле около 4 тепла и снег. К вечеру похолодание. Телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.